Игромания представляет По заявлениям и по обещаниям Тила Спенсера Будет 14 новинок Ожидаем, конечно же, Halo Ожидаем Gears 5 Ожидаем что-то новое И главная интрига Вообще всего этого мероприятия Покажет ли Microsoft Новую игровую консоль Что ж, увидим и буквально Через некоторое время Через пару минут уже с вами Обсудим итоги этой прес-конференции Когда выйдем из зала Оставайтесь с нами Вот собственно и отгремела Пресс-конференция Microsoft Которую мы все так долго ждали И которую я уже успел окрестить Самой ожидаемой на этой E3 Что могу сказать На самом деле абсолютно все ожидания Не оправдались Но все-таки Microsoft выступили в этом году Довольно таки сильно 14 проектов абсолютно новых И 60 в целом глобально игр Это сильная линейка Сильный лайнап С чем можно Microsoft только поздравить Тем не менее Давайте разберемся более детально Что было хорошо А что было не очень Несомненно к первому хорошо Нет Даже к супер-мега-гипер-круто Гипер-хорошо и вообще-вообще Супер-мега Можно отнести Cyberpunk 2077 На сцену поднялся Киану Ривз Этого абсолютно никто не ожидал Это был сюрприз для всех Зал просто взорвался аплодисментами И даже кто-то из аудитории Выкрикнул Киану You are breathtaking То есть Киану Ты вообще чумовой чувак И я тебя обожаю Он сразу стал популярен во всех Социальных сетях и медиа И даже разработчики Киберпанка Студия CD Projekt Red Пообещали вознаградить Этого товарища Который так себя бурно Проявил из зрительского зала Что сказать Поздравляю его И поздравляю всех нас с тем Что да Киану вышел на сцену Не только ради фурора Но и ради анонсирования Самого себя Собственно камео В игре В Киберпанке появится Киану Он оцифрованный Как есть Как мы его знаем И что было особенно приятно Мы Я во всяком случае Впервые по сути услышал Как он говорит В оригинальном английском Все время же смотрим фильмы В дубляже А тут Вот он Живой Киану И также Актер сообщил Дату релиза Киберпанк 2077 Это 16 апреля 2020 года Да Здесь маленький Такой Дисаппойнтнент Потому что Потому что Мы ожидали игру В В 19-м году К концу этого года Но разработчики Все-таки Перенесли ее Но следующий Возможно Это и к лучшему Они смогут Отполировать проект И предоставить нам Настоящий Клевый экспириенс Как Собственно Умеет это делать CD Projekt Red Что ж Ждем И двигаемся дальше Далее Чуть-чуть Промотаем событие Вперед На сцену поднялся Тим Шейфер И сообщил Что он готов Разработать для Microsoft Абсолютно любую игру Хоть гонку Хоть боевик В стиле Gears of War Однако На самом деле Дело все в том Что Microsoft Купила Double Fine Да Это замечательное На самом деле Событие Потому что Этим ребятам Действительно Нужны деньги Инвестиции Чтобы Разрабатывать Клевые игры Они это делать умеют Эй, банана Кам хир Эй-хей Хе-хе-хе Тим Шейфер Подтвердил Что делает Психонавтов 2 И Microsoft В свою очередь Подтвердила Что продолжает Наращивать Пул Клевых Компаний В своем Под своим Покровительством Психонавты Появятся Где-то В 2020 Году Более точных Данных Пока что нет Еще Майкрософт Показала Новый Майкрософт Флайт Симулятор Симулятор Авиации Симулятор Самолетов Маленьких Кукурузников Больших Авиалайнеров Он выглядит Просто Фантастически Настолько Красиво Можно полетать Над Египетскими Пирамидами Можно Подлетать Над океаном Можно Полетать Над Нью-Йорком Над Большими Городами Все Очень Захватывающе Выглядит Просто Если вы Любите Летать Или наоборот Боитесь Летать Эта игра Возможно Поможет Вам Переломать Сломить Авиафобию Еще Один Заметный Анонс Elden Rings Игра Разрабатываемая Студией From Software Консультирует Разработчиков Не кто-нибудь А Джордж Мартин Создатель Цикла Песнь Льда И Пламени Который Впоследствии Стал Сериалом Игры Престолов Интересно Посмотреть Что получится Из этой Кооперации Также Нам представили Дебютный Трейлер Игры Bleeding Age От Ninja Theory Это Название Тоже Утекло Еще до Пресс-конференции В сеть Это Соревновательный Героический Боевик В котором Две команды По 4 человека Будут Мутутить Активно Друг друга Что сказать Игра В день релиза Появится По традиции Microsoft В Xbox Games Pass Ну и теперь Плавно Подходим К самому Главному Вопрос Касающийся Железо Так Microsoft Показала Обновленный Геймпад Elite Он получил Три индикатора По центру Своего корпуса Которые будут Символизировать Какой профиль Сейчас В данный момент Активирован Во время игры То есть Вы можете Его программировать Как бы заранее Под разный стиль Геймплея Под более Размеренный Один профиль Под более Динамичный Процесс Игровой Другой профиль И то Что у вас Выбрано Будет Символизировать Сигнализировать Маленький Индикатор Световой По центру Корпуса Конечно же Показали Ролик О том Как теперь Еще лучше Нажимаются Разные Кнопки Бампера Триггеры И так далее Но это Рассказывают Каждый раз Тем не менее Идея с профилями Действительно Хорошая Мне уже удалось Поиграть И подержать Этот джойстик В руках Могу сказать Что Если честно Руки устают Он реально Налитой И тяжелый Да Ощущается он Таким качественным Не китайской Подделкой Это 100% Но Его реально Устаешь держать В руках Я на нем Играл В Gears 5 И за сессию В час Руки Устали Я не знаю Как его держать Например Целый день Игровой И Не будут ли Пальцы Буквально Потом Синими После дня Игры В какой-нибудь Динамичный Шутер Ну посмотрим В принципе Штука хорошая Как сама по себе Идея А теперь Что же Так все-таки Меня Немножко Спустило С небес На землю Это Отсутствие Полноценного Показа Следующей Консоли Microsoft Они ходили Много слухов До пресс-конференции В сеть Утек И Заголовок Этого проекта Который Именует Новую консоль Project Scarlett И это Подтвердилось Во время пресс-конференции Действительно Project Scarlett Существует И разрабатывается Но Реальной материи Пока что Нам не представили То есть Никакую коробку На сцену Никто не вынес Показали Такой Таинственный ролик С людьми Которые Рассказали Что-то там Где-то там О планах На будущее Но Можно отметить Что Примерно Уже Известны Спецификации Будущей Консоли Это Процессор AMD Zen 2 Это Поддержка До 120 FPS Это SSD Который Станет Эдакой Оперативной Памятью Поможет Вычислительным Процессом Это 8K И это Трассировка Лучей Нового Поколения Звучит Хорошо Как оно Будет На самом деле Черт его Пока знает А также Отметили Что Скорее всего Будет И дисковод Так что Полностью В цифру Мы еще Не уходим Я не знаю Я конечно Хотел увидеть Новую консоль И больше Конкретики Где Когда Почем И Стоит ли ждать Чего-то Действительно Грандиозного Или это Будет Модификация Текущего Поколения Которой Сейчас Увлекаются Консоли Держатели Это Пресс-конференция Microsoft Все-таки Не про Железо И не про Консоль Это Пресс-конференция Была Про Киану Ривза Помяните Мое Слово Через Пару Лет Все Забудут Что Здесь Было Какие Скарлетт Какие Там Анонсы Показывали Все Будут Говорить Да Это Та Самая Конференция На которой Появился Киану Ривз И Собственно Это Оправдано Это Действительно Было Самое Яркое Пятное 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 Самый Яркий Поинт Что Мне Остается Пока Только Откланяться Сказать Вам Спасибо Что Досмотрели До Конца Если Вы Это Сделали Также Заверить Вас Друзья Мы Уходим От Стандартных Наших Видео Форматов А С Красивым Текстом С Закадровой Дикторской Начиткой С Красивым Голосом С Красивым Монтажом Это Все Будет Точно Так же Появляться На канале И Дальше Просто Мы Пробуем Новые Форматы И Конечно Заходите На наш Твич Канал Заходите На наш Сайт Там Много Нового Мы Самым Мощным Обратом Отрабатываем Эту Е3 Увидимся До Скорого Впереди Еще Много Интересного Пока